здравствуйте уважаемые друзья хочу с вами поделиться одной нимфой друг мой алмаз из казани попросил изготовить мушки которые могли бы ловить и окуня и карася значит из основы я брал мушку которая хорошо работает по хариусу но немножко ее видоизменил значит в зависимости от того на каком грунте мы будем производить рыбалку мы должны с вами изготовить и оттенок тела значит учитывая то что я рыбачил на пруду и вода у нас хорошо цветет грунт уже и листый хороший темный мушку я изготавливал светлом варианте как вы видите она немножечко уже пощипанная но в то же время сохранила свою работоспособность вот такая несуразная лохматость ловит с успехом окуня практически окунь ее не пропускает но и в то же время если есть в наличии карась конкретно хорошо работает по карасю давайте мы изготовим и особенности изготовления я вам буду показывать крючок я взял вот такой фирмы можно изготавливать его и на нимфовом крючке огрузил латунной белой головкой и немножечко огрузил обыкновенным листовым свинцом учитывая то что рыбалка будет производиться на песчаном грунте нимфу мы будем изготавливать в отличие от той что мы рассматривали в более темном оттенке нить я беру приблизительно 60 белого цвета так как в данный момент желательно чтобы у нас не проявлялся свинец хотя достаточно хорошо моего выравнивать не будем вот так приблизительно будет достаточно дошли до середины начала загиба может быть немножечко больше мы потом даббингом дойдем в хариусовой нимфовой мушке которую я уже вам неоднократно показывал она производилась обмоткой или проволокой или же допустим леской или же другим каким-либо материалом допустим вот я часто использую вот такой люрекс но в этом варианте можно изготавливать значит с помощью хорошей нитки которая держит хорошо даббинговую петлю так и можно изготавливать вот даббинговую саму нить используя проволоку давайте мы сейчас изготовим вот у меня имеется это провод которым наматывается спирали для электроплиток это не хром толщина его где-то 0 12 0 15 значит что я делаю для того чтобы моя мушка служила несколько дольше и хорошо выдерживала терзание окуня я здесь сразу закрепляю вместе с ниткой вольфрамовую вернее не хромовую вот такую свою проволочку значит мы будем соединять вместе и дальше вы увидите это небольшая такая хитрость которую я зачастую использую когда сильно хищник терзает нашу мушку что мы делаем дальше нам необходимо подготовить даббинг из которого мы будем изготавливать тело в основном тело я буду изготавливать вот в таком болотном оттенке можно использовать светло-серый допустим можно использовать и хорошо себя зарекомендовал чисто черный цвет черный коричневый так чтобы наша нимфа была заметна на грунте я расщепил иглу как обычно беру клей карандаш слегка чтобы даббинг мой не разбегался промазываю нить и как обычно берем теперь небольшую порцию даббинга которую мы должны рассредоточить на нашей нитке теперь мы должны за уложить в нашу даббинговую расщепленную нить и рассредоточить значит рассредоточить желательно так чтобы у нас большее количество уже самой самого меха находилась ближе к формированию грудки то есть в начале у загиба немножечко потом больше 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 и больше если по каким-либо причинам вот вы ошибетесь или там будет мало добавить всегда можно подготовили и теперь берем скручиваем нашу даббинговую нить в какую-либо удобную для вас сторону как вам будет удобно подкручиваем и она начинает у нас с вами как вы видите вот так собираться в хороший ёршик самое основное это то что нам необходимо сейчас сделать после того когда мы сформировали вот такую даббинговую нашу нить мы должны взять наш инструмент и вот так вот распушить весь мех который у нас имеется и теперь берем соединяем сделали один оборот соединяем теперь с нашей проволочкой удерживаем в одной руке можно конечно еще и немножко прокрутить эту всю конструкцию с нашей проволокой но вот этого будет вполне достаточно делаем первый оборот и теперь берем немножко формируем как бы тело от двигаем волоски теперь что самое основное можно промазать клеем основание которое мы с вами изготовили и еще будет крепче то есть вариантов для того чтобы сделать достаточно прочным тело бесконечное множество поэтому вы для себя будете экспериментировать как вам будет удобно вот друзья мои мы дошли с вами как вы видите вот она должна иметь вот такую хорошую удлиненную каплевидную форму те волоски которые мы сможем вот так с вами отодрать еще желательно убрать и теперь нам остается только лишь изготовить грудку с более контрастного даббинга значит уже нам друзья мои наш провод не нужен мы его с вами закрепим и удалим и удалим теперь нам с вами понадобится желательно конечно найти вот такой хороший флюоресирующий даббинг если его нет то можно спокойно заменить более ярким пером допустим вот как я буду изготавливать используя и желтое перо и шартрес флюо даббинг поэтому можно просто светло-серым или же белым даббингом изготовить грудку а потом более контрастным изготовить пером опушку я опять расщепил нить точно также вставил небольшую порцию лучше потом нам с вами добавить даббинг и желательно наматывать даббинг так чтобы оставалось место для крепления нашей опушки также мы его с вами хорошо подчешем и основное это я забыл немножечко вам сказать значит тело должно у нас занимать две трети и одна треть должна у нас быть вот такая хорошая флюоресирующая грудка поэтому вы для себя подберете сами как вам будет удобно изготавливаем как вот вы видите вот она у нас выглядит вот такой хорошей куколкой остатки даббинга желательно так же как я вам уже говорил выщипать и закрепить здесь же где мы будем крепить наше перышко значит перо длина бородок должна у нас доходить с вами до самого загиба хорошо в этом случае использовать перо куропатки значит перо курицы или же седла петуха можно выбрать вот такое вот мягкое с пуховой частью перо которая крашеная я подобрал подберете значит для себя сами хорошо работает практически любой оттенок не надо допустим в чем-то там нам изощряться есть у вас светло-серое берите серое коричневое любое перышко которая более-менее вам подойдет и как вы видите вот у нас осталось немножечко места то которое мы должны выполнить опушку опушку необходимо выполнить ну полтора два оборота ровно столько сколько допустим будут позволять качество вашего пера вот у меня вышло почти два оборота уже начинаются пуховые мои перышки я аккуратненько перехватываю и самое теперь вот основной для того чтобы мы с вами не изготавливали здесь жабо я наношу на нить капельку клея увожу слегка увлажнив пальцы все бородки и здесь выполним буквально два три четыре сколько нам необходимо оборотов для того чтобы закрепить перо как я уже неоднократно говорил можно уже спокойно отрезать нить не выполняя допустим завершающий узел но я хотя бы один оборот делаю чтобы нить не убежала остатки аккуратненько отрезаем теперь что у нас вышло значит вот как в таком варианте как изготовили мы ее сейчас значит с вами желательно потом взять вот так все это еще неоднократно хорошо вычесать и как вы видите то есть напоминает в мокром состоянии как какую-то куколку скажу сразу что это собирательный образ и проверены уже неоднократно разными рыбалками хорошо реагирует на него как я уже говорил окунь потому что в основном у нас на прудах достаточно его количество и хорошо он у нас растет проверить его допустим на карпе у меня для поимки карпа у меня не было возможности но в таком варианте друзья мои сибири спокойно ловят хариуса правда немножечко изменяет расцветку добавляя или оранжевую или красную грудку в ту точку где мы с вами сделали флуоресцентную вот такую дабинговую грудь поэтому пробуйте экспериментируйте с разными вариантами она достаточно хорошая не зацепляйка идет все время в таком положении и по закоряженным местам по местам где допустим сейчас достаточно уже растений можно спокойненько рыбачить пробуйте друзья мои экспериментируйте если у вас будут какие-то вопросы я на фейсбуке вам отвечу всегда благодарю за внимание до скорых встреч agreed друзья вам чем